Третий век нашей эры. Рим. На престоле один из самых жестоких императоров, Клавдий Второй. Он понимает, что одинокие и бездетные мужчины более выносливые воины, чем женатые. И запрещает юношам до 20 лет жениться. Осознавая всю несправедливость такого запрета, простой доктор, не вылезающий с полей сражений, идет наперекор императору и тайно проводит свадебные церемонии. И народ уже складывает о нем легенды. И когда весь этот фольклор достигает императорских ушей, он мгновенно приказывает схватить доктора и привести на допрос. Любовь — это боль. Разве ты не знаешь? Знаю. Но я знаю также солдат, которые без рук, без ног, с волочащимися за ними кишками и зубами рвали врага, потому что их ждали дома любимые женщины. Я прошел вместе с ними через семнадцать больших сражений, и я знаю, чьи имена они выхаркивают вместе с кровью, когда я отрезаю им загангрененные руки и ноги. Я знаю, кого они зовут, когда лежат вывернуты наизнанку на моем залитом кровью операционном столе. Они зовут своих женщин. И только потому и выживают, что те в их задымленном болевым шоком сознании приходят к ним и поют им песни о любви и кладут им руки на головы. И те выживают. Не потому что я хороший врач, а потому что им есть за что держаться в этом аду. Да, их профессия ненависть. Но это снаружи. А изнутри... Вы знаете, что держат их изнутри? 14 февраля 286 года римского врача жестоко казнили перед многотысячной толпой. Его звали Валентин. Он был причислен к лику святых. Валентин. Валентин. Валентин.